Царица Поверьте Он с восхищением осмотрел ферму в штате Айова И у него возникла идея А идея какая? Переехать в Айову? К сожалению, наоборот Пересадить кукурузу сюда Кукурузу сеяли повсеместно И в колоссальных масштабах Американская овощная культура Уверенно покорила русское поле А песня с таким названием Русское поле Покорила сердца зрителей Также в 60-е Композитор Ян Фрэнкель Написал эту песню по просьбе Эдмона Киасаяна Когда работа над фильмом Новые приключения неуловимых Была уже закончена Киасаян просил Фрэнкеля Сделать песню о России Но Фрэнкель и не подозревал Что в фильме ее будет Исполнять белый офицер Как ты понимаешь, Дима Песня, исполненная классовым врагом Не могла быть популярной В СССР Русское поле спас Юрий Гуляев Записанная в его исполнении песня Прозвучала патетично И очень патриотично А в проекте «Достояние республики» Эта песня продолжает свой жизненный путь В исполнении Сергея Мазаева «Русское поле» Сергей Мазаев Поле Русское поле Светит луна Светит луна Или падает снег Счастьем и болью Вместе с тобою Нет, не забыть Тебя сердцу поверь Русское поле Русское поле Сколько дорог Прожагать мне пришлось Ты моя юность Ты моя воля Все, что сбылось То, что в жизни сбылось Не сравняться с тобой Ни леса, ни моря Ты со мной Мое поле Студит ветер Весок Здесь отчизна моя И скажу не тая Здравствуй, русское поле Я твой тонкий Колосок Поле Русское поле Пусть я давно Человек городской Запах полыни Вешние ливни Вдруг обожгут Меня прежней тоской Русское поле Русское поле Я, как и ты Ожиданием живу Верю молчанию Как обещанию Пасмурным днем Вижу я Синяку Не сравняться с тобой Ни леса, ни моря Ты со мной Мое поле Студит ветер Весок Здесь отчизна моя И скажу не тая Здравствуй, русское поле Я твой тонкий Колосок Поле Русское поле Русское поле Спасибо Что скажете Я не уверен, что эта песня звучит в вашем автомобиле Я хочу сказать, что я очень давно не вспоминала А теперь вдруг вспомнила Как мы в детстве с папой таскали кукурузу С того самого русского поля Колхозного поля Поминай добрым словом, Никиту Сергеевич Ну, поминай или не поминай Папа мне, наверное, что-то про это рассказывал И на самом деле Эта песня, наверное, как раз про моего папу Который стал очень городским человеком Но любовь к полю и к русской природе Меня тоже привил Поэтому спасибо за возможность Вот эти детские впечатления вспомнить Ага, ну хорошо Да, понимаю Я бы хотел ее петь в караоке Очень надеюсь, что ее добавят после вот этого эфира Мария, что скажете? Я хотела сказать, конечно, спасибо огромное За исполнение Исполнение фантастическое Сергей Спасибо Тебе спасибо От Марии Лемежовой И поразительное дело Вот я тоже думала, что песни 60-х Когда это было? Наверное, наверняка будут какие-то песни Которые, ну не очень актуальны Не очень современные Даже приготовилась, что что-то, наверное, буду критиковать Ну какие же душевные и замечательные песни тогда создавали До сих пор они так же трогают сердце Как когда-то, видимо, трогали душу и сердце наших мам и пап Спасибо Спасибо огромное Спасибо, Маша Подойдем к темам Людям, которые помнят Аж 60-х Я не просит, Илья Александрович Иду Пойдем Поскольку это мои годы Я только закончила институт И поскольку нас воспитывали Действительно в патриотическом стиле и духе Но не столь в гимновом А вот эта песня Вот это истинный патриотизм через уникальное, высочайшего класса произведения искусства И именно поэтому, мне кажется, ее так легко вам сегодня было исполнять Потому что мы действительно колоски своей Родины Мы действительно, сколько бы ни жили Вот это ощущение единения с природой, с Отечеством, с народом Мне кажется, это навсегда И чем больше будет таких песен, мне кажется, тем будет лучше Спасибо А я хотел бы послушать Катюшу Рождественскую Меня просто с головой погрузили в воспоминания детства Потому что мой папа тоже писал текст Вернее, не текст, он писал стихи К этому фильму Погоня и заставка Не печальтесь о смерти, злую долю клинья Вот это все его И они очень дружили с Мундом Киасаяном И папа меня очень часто таскал на МАЗ-фильм И я вот это все помню Я помню, как Джигарханян делал этот жест Я помню, как Ивашов держал в руке гитару Вот это все, ну как будто я просто там Я девочка, я не понимала, где я вообще присутствую и что я вижу И вот только сейчас, по прошествии там 10-15 лет Будем так считать Я понимаю, что это действительно, это история Настолько это было здорово И сейчас такого не делают, к сожалению Ну что ж, мы выслужили два мнения И молодежи, и людей постарше И имеем полное право идти дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому